Живые существа везде Душ в этом мире Они сначала поднимаются На высшие планы Потом через Антарикшу Через облака, через дожди Падают на землю Получают первое свое Воплощение в форме злаков Растений И потом Съедаясь живыми существами Обретают Своё положение Утробия Матери И мы можем понять Исходя из этой идеи Что если миллиарды живых существ В качестве Душ Нисходят в этот мир То единицы Из них Обретают возможность Быть съеденными людьми А из этих единиц Ещё меньшее количество Обретает возможность В процессе зачатия Обрести человеческое рождение Таким образом Веды говорят Что среди 8 миллионов 400 тысяч форм жизни Человеческая жизнь Является высочайшей Но Стать человеком С точки зрения Вед Это вовсе не значит Родиться человеком Была такая детская книжка Называлась Баранкин Стань человеком Поэтому Веды говорят Что Родиться человеком Недостаточно Человеком нужно ещё стать А чтобы стать человеком Необходимо Обрести самое главное Отличие Человеческой формы жизни Это теизм Или Дармен и хину Пушуми саману Только человек Может распознать Подлинное Своё предназначение Например Животные Они не могут Анализировать Зачем они предназначены Почему они родились Есть Бог Нету Бога Хотя Животные В силу Определённых Драматических обстоятельств Играли роль В некоторых Нисхождениях Господа Такие как Хануман Джатаева Павлины Коровы Но В силу Обстоятельств Это были Очень удачливые Животные Большинство Животных Не обладают Своей удачей Но Человек Отличается От животного То что Животного Нет спроса Он родился В результате Кармы Тигром И он ест людей Это его карма Но Человек Может определить Что он ест Не только потому Что он занимается Йогой Здоровым питанием И сыроедением А Бхагавадгита Говорит То что Не предложено Высшему миру Является Воровством Почему Потому что Мы не можем Что-то Прийти кому-то Домой Взять без Издрешения О я шёл Увидел Лежит Это воровство В каком-то смысле Это может быть Даже преступлением За это можно Получить наказание Зайдите там Куда-то В супермаркет Возьмите что-то Без разрешения Не заплатив И вы увидите Что Как бы Вы тут же попали Под криминальную статью Поэтому Веды говорят Что те Кто не совершают Жертвы Высшему миру Те кто не осознают Что Солнце Вода Вода Пища Все это Дано нам Господом Для нашего Духовного Развития Они материалисты И поэтому Они грязнут В кармических Деятельностях В грехах Грех по сути дела Это не какое-то Такое ортодоксальное Христианское слово А грех на санскрите Называется Пап Или реакция В результате Накапливания Таких негативных Реакций Чутко следуя Закону физики Что каждое действие Несёт Равнонаправленное Противодействие Человек ещё больше И больше Как говорит Кришна В Бхагавадгите Закутывается В невежестве Соответственно Чем больше Человек Закутывается В невежестве Тем больше Он становится Жить как животное Невежество Определяет формы Жизни животных Причём в животном мире Есть разные формы Невежества Черви Которые С удовольствием Живут в испражнениях Или коровы Или лошади Которые почти как люди Итак Человек Попадает в самсару Рождается Перерождается Но писания говорят И всё-таки Природа человека Такова Что он всегда верит Пигмеи Верят В Своих Какие-то Божества Леса Эскимосы Верят Большую мать Марджиху Монголы Верили В Тенгре То есть Теизм И вера Она присуща Человеку В какой бы Совершенной Или несовершенной Форме Он не существовал И когда мы говорим О вере Атеизм Это тоже вера Нужно понять Что это тоже религия Она основана Многие даже смеются И говорят Что главные тезисы Марксизма и левинизма Были построены на Библии Все равно Нужны были какие-то референсы Этические Моральные Ну сказали Ну Уберем идею Бога А остальное В принципе Хорошее Можем оставить Вот Но веды говорят По-другому Стоит лишь только убрать Бога концепцию Как Даже материстическое Мировоззрение Оно придет в тупик Рано или поздно И в связи с этим Природа души Это верить Но Веды говорят Что существует Вера трансцендентная Или вера Не обусловленная Материей И эта вера В ведической Философии Высшая вера Является вера в Кришну Почему? Потому что если Веды Это система Знания науки В целом Любые связанные С метафизикой Духовностью Математикой Искусством То Трансцендентная Вера в Кришну Это плод всех вед Поэтому говорят Веды Это огромное дерево А Кришна Это тот плод Который вырастает На дереве Естественно Мы увидим дерево И поймем Что плоды Собирают Лишь какое-то Определенное время Как сейчас у нас В лахте Яблоня Яблоки Яблоки поспели Но сначала Это цветы Почки Также И любовь к Богу Любовь к Кришне Сначала В духовной жизни Она зарождается Как почка Потом превращается Цветок А потом получается Плод И сейчас Когда мы говорим О том Что сегодня У нас происходит Мы даем Посвящение Нашему Брату И это Момент Когда Необходимо Одухотворить Сердце Живого существа Сердце Живого существа И так уже Духовно Там существует Душа Но тем не менее Для того Чтобы семечка Начала прорастать Необходима Капелька воды Нужно Вмешательство Извне Так же Как мать Мать Она может Родить Но нужно Вмешательство Изне Должна быть Оплодотворенная Душа Именно Поэтому Например Сегодня Мы не едим Зернобобовые Потому что Зернобобовые Викадыше Это самые Негативные Кармические Живые существа Проявляют Свою карму Поэтому Рис Зернобобовые Преданно Не едят Но с другой стороны Кришне Мы можем Предлагать Зернобобовые И с другой стороны Можно сказать Другое Что Духовной жизнью Служением Мы можем Заниматься В особые Святые дни И как можно Больше отдавать Своей энергии Потому что Не делать Ничего Плохого Вовсе Не значит Делать Что-то Хорошее Мы должны Совершать Свой духовный Долг И поэтому Когда Живое существо Взрослеет И встает На путь Человека Человек осознает Что дхарма Подразумевает Долг Долг Это очень важная Часть жизни Человека У человека Есть долг Перед родителями Перед страной Но главный Долг Это перед Кришной Потому что Мы всегда связаны С Кришным Отношениями И вот Пробуждение Своего Я Исполнение Своего Высшего Долга Все это Начинается С того Человек Обретает Веру Но когда Человек Обретает Достаточно Веры Его Принцип Таков Если Есть Вера То он Не может Как бы Вера без дела Мертва Он должен Совершать Какую-то Деятельность Он не может Просто сидеть И верить Значит Веры Недостаточно Если у Человека Появилась В сердце Подлинная Вера То он Готов Принять Служение Потому что Служение Это наше Изначальное Положение Служение Это не то К чему Мы приходим Это то К чему Мы возвращаемся Это наша Конституция Конституциональное Положение В процессе Веры Человек Готов Принять Служение Но служение Невозможно Без тех Кто Без тех Кто совершает Служение Без Тех Кто Как в оркестре Должен быть Дирижер Поэтому Хотя каждый Играет свою роль Но все это Делается Гармонично Музыка Получается Под руководством Дирижера Гуру Это дирижер И Господь Действует Через гуру Существуют Разные уровни Гуру В нашей традиции Сарасваль Такур Бактевенот Такур Это величайшие Учителя И они Передали нам Эту традицию И поэтому Наша задача Эту традицию Расширять Если они Обладали Глубиной Традиции То мы Эту традицию Представляем Извне Как бы Есть интернет А есть те Кто подключает К интернету Понятно Да Поэтому Мы как бы Подключаем К интернету И это Главный наш сервер Провайдер Санкт-Петербургский Храм На территории СНГ Это главный Такой Трансцендентный Сервер Который Кондектирует Все поклонения И у этого Сервера Есть там Главный администратор Который машет Кодилом Начальник сервера Вижай Роман Ананда Мой Студия И так далее То есть Понятно Да Потому что Любая Трансцендентная Реальность Без людей Она не работает И У этого сервера Есть слуги Преданные Те которые Обеспечивают Духовные процессы Те которые Участвуют И все Преданные Они заняты Одной целью Они Расширяют Сферы Трансцендентного Почему Потому что Трансцендентное В духовном мире Но благодаря Преданным Оно становится Доступным В мире материи Вот поэтому Сегодня у нас Замечательное Посвящение Один из наших Братьев Вступает Наше братство Духовное Духовное братство Требует Определенного Осознания И у нас Есть разное Там есть Саньяси Брахмачари Есть домохозяева Это не имеет Большого значения Главная Суть нашего Духовного братства Это Жизнь В соответствии С духовными Принципами И главный Духовный принцип Это служение Гуру Саду Шастра Что мы Изучаем Писание Мы служим Божествам Мы проповедуем Мы следуем Этим традициям И в результате Этого Мы обретаем Связь с Высшим миром Собственно Несколько слов Которые Я сказал А теперь Само посвящение Пройдет Посвящение В Махмантру Это Безболезненный Процесс Некоторые Люди Думают Что такое Махмантра Что мне там Это просто Новая прошивка Она Транцедентная Прошивка Самая Как бы Что-то у меня Все глючит Надо перепрошиться Ну вот Мы перепрошиваем Божествам Поклоняйся Поклоняйся Учителям Потом Кланяемся Божествам Потом Кланяемся Учителю Потом Харе Кршна Харе Кршна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Харе Харе Кршна 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 Харе Кршна Харе Кршна Кршн Кршна Харе Кршн Харе Харе Рам Харе Сри Кршна Чайтана Пралis Праздкова В Харе Это принципиальная мантра, потому что без милости почитать, без милости считать врагу, и, конечно, маха-мантра недостижима, потому что маха-мантра – это сам Господь, а битва на аминаминам. И, тем не менее, с самого низа она может поднять до самого верха, если живое существо не совершает оскорблений. А поскольку мы в материальном мире, потому что материальный мир – это место совершения оскорблений, мы оскорбители, то, стараясь избегать оскорбления, которые ты прочитаешь, 10 оскорблений, из них гуру Авагья, Саду Нинда и другие, такие как оскорбление преданных и не следование наставлением гуру, как доктор тебе дает лекарство, ты говоришь, а я не следую, у меня своя методика. Все это является одним из 10 оскорблений, но призываю всегда, «Аши Кришна Чайтанна Прабху Нитананда, Шри Адвей Тагеда Адхар Шивасади Гуру Бактуринда». Памятовая «Аши Читани Махапрабху», с его благословением мы можем воспевать маха-мантру. Маха-мантра – самое высшее, это сам Радха и Кришна. Это называется Шабда Браман. Вот как божества, вот эти же божества, они приходят в сердце. Форма не отлична от звука, а звук не отличен от качества, а качество не отличное от лилы. Поэтому форма, звук, качество одно универсальное. Знаешь, как есть там 3D, 4D, 7D, а это абсолютное D. Но приходит оно в звук, в форме трансцендентного звука, и через звук оно постепенно себя раскроет. Поэтому в мантре есть все. Мантра – это как компьютерная программа, в ней есть кнопка «Help», в ней есть кнопка «Принт». Ты понимаешь, да, все реализуется, весь результат реализуется. Но мантра должна проявиться через сердце, через умное настроение служения и покаяние. Только при отрицательной температуре лучшие проводники. Поэтому при умное настроение покаяния подлинная молитва придет. Это очень тайная, сокровенная вещь, называется имя славия. Это высшее, то, чем практикуют святые подвижники. И поэтому мы находимся в состоянии… Мы еще не стали подвижниками, но начинаем двигаться уже постепенно. Мантру Эту мантру нельзя передавать оскорбителям и материалистам. Поэтому Гуру Махараш просил тем, кто искренняя душа, передать эту мантру. Мы где-то еще материалисты, оскорбители. Но если мы искренне стремимся, мы можем измениться. Поэтому искренняя душа может получить эту мантру, у которой есть вера. Это самая высшая среди мантры, маха-мантры. Она передается в наши преемственности многие сотни лет. А наша преемственность ведет начало от самого Господа Кришны через Браму, через Творца Вселенной, Браму, Мадова, Годи, Асампрадая. Наша преемственность никогда не прекращалась, только, сколько существует Вселенная. Поэтому мы никогда не говорим, сколько ваше лет религии, а сколько вашему лет храму. Наша традиция продолжается миллионы лет и будет продолжаться миллионы лет. Мы даже знаем, кто когда родится, где, в каких местах. В деревне Шамбала родится, там, у отца Вишну Яши, Калки, его коня будут звать. В ведах все описано. Понятно, да, все описано. Явление Гирираджа, Санатра Нигасвами, было описано 4 тысячи лет тому назад в Гаргасамхите. Если ты будешь читать Гаргасамхиту, написано, это божество, а с отпечатком стопы Кришны будет храниться 4,5 тысячи лет, и потом придет великий преданный и установит его поклонение. Поэтому все уже, как бы, все уже предрешено. Но, с другой стороны, нужно понять такую вещь. У тебя есть свобода воли, и только благодаря своей свободе воли ты можешь достигнуть любви. Понятно, да? Только свобода позволяет нам прийти к любви. А свобода у тебя всегда стоит в теме, чтобы делать и не делать. Кто тебя заставлять не будет? Воспевай Маха мантру, служи преданным, общайся ты из Петербурга, да? Как тебя зовут? Володя. Володя. А свишваруп есть? Есть один. Да. Петербург. Тогда у нас был Вриндаван Дас, который строил храм. Он ушел. Новый Вриндаван Дас будет. Твоим будет Вриндаван Дас. Джай, Вриндаван Дас, ки, джай. Вриндаван Дас, Кавираж, великий поэт, который написал читание Бхагавата, а ты Вриндаван Дас, Дас. Поэтому запомни, в горы Лилия есть вход во Вриндаван. Если ты будешь изучать горы Лилу, читание Чайтамы, читание Бхагавата и постигнешь деяния Махапрабу, то ты незаметно очутишься во Вриндаване. Поэтому, с одной стороны, ты Вриндаван Дас, потому что всем услужим Вриндавану, а с другой стороны, если говорить о преданных, то Вриндаван Дас, такуру, это великий вайшнавский святой поэт, который описал удивительные деяния оше читании Махапрабу, и ты, изучив эти деяния, которые мы издаем и читаем ежедневно, ты будешь, получишь великое счастье в соприкосновении с Кришны Лилой. Джай, Вриндаван Дас, пруги, Джай. Хома, гьян, тимиран, дас я, гьян, джимэ, шаллакая, чокшу, жунгитам, ина, ты смотришь, и гурвей, намага. Хайм Шри, Гурвей, намага. Райя Виндаван Дас, пауги, Джай. Все, все равно. Харихарайя, намагишнай, ядовая, намага. Харихарайя, намагишнай, ядовая, намага. Ядовая, мадовая, кешивая, намага. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok